Послание к римлянам святого апостола Павла Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Матфея святое благовествование. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это, что и ветра, и море повинуются ему?» И влезший ему корабль, по нем и доша ученицы его. «И се трус велик бысь в море, як уже кораблю покрыватися волнами, той же спаше». И пришедши ученицы его, возбудивши его глагорюще, «Господи, спаси нас, погибаем!» И глаголы им, что страшливее сте маловери, тогда восстав, запрети ветром и морю, и бысь тишина велия. «Человече же чудишися глагорюще, Кто из сей, якое ветри и море послушают его?» Как долг неотложный имеет всякий христианин, когда потеряет сердечный мир делать все от него зависящее, что может способствовать к восстановлению его, так не меньше того обязательно лежит на нем не допускать, чтобы какие-либо случайности текущей жизни возмущали сей мир. Разумею, болезни, раны, смерть сродников, войны, пожары, внезапные радости, страхи и скорби, воспоминания о прежних проступках и ошибках, словом, все, чем обычно волнуется и тревожится сердце. Не допускать тревог и волнений в таких случаях обязательно потому, что, поддавшись им, человек теряет самообладание и лишается возможности ясно понимать события и верно видеть подобающий образ действования, а то и другое дает врагу доступ взволновать его еще более и направить на какой-либо шаг труднопоправимый или совсем непоправимый. Я не то хочу сказать «не допускай скорби», потому что это не в нашей власти, а то «не допускай скорби возобладать твоим сердцем и взволновать его». Держи ее вне, за пределами сердца, и спеши так ее умягчить и укротить, чтобы она не мешала тебе и здраво рассуждать, и право действовать. Это при Божьей помощи в нашей власти, если у нас в силе нравственно-религиозные чувства и расположение. Из прискорбностей каждый имеет свои особенности, и против каждой есть свои приемы, но я говорю вообще об них, разумея общее их свойство, растревоживать и возмущать душу, и общее против этого, имея в мысли предложить тебе средства. Средство это есть вера в благое провидение, устрояющее течение нашей жизни со всеми ее случайностями, в личное каждому из нас благо, и благодушная покорность воли Божией, выражающейся в нашем положении, покоя и в глубине души взывалась бы «Будь воля Божия, як уже Господи веизволяся, таку и бысть, и бысть во благо нам». Сие благо в разных лицах разно сознается и чувствуется. Иной сознает – это благость Божия на покаяние меня ведет. Другой чувствует – грех ради моих послал мне это Господь, чтобы очистить меня от них, несу и пить им ее Божию. Третьему приходит на мысль – испытывает меня Господь, искренне ли я служу Ему. Со стороны смотрящие на подвергающегося скорбям могут и четвертой подумать – это ему доявятся дела Божии на нем. Но такое решение может иметь место не иначе, как в окончании прискорбности, и именно при явной помощи Божией. В душе же скорбящего уместны только три первые чувства. И они все такого свойства и силы, что какое бы из них ни взошло на сердце всякое сильно утешить поднимающуюся бурю скорби и водворить в сердце мирное благодушие. И вот тебе – общее средство к умиротворению сердца, когда при скорбности покушаются возмутить его, восставив возможной силе веру в благое проведение тебе Божие и оживив в душе богопреданную покорность воли Божией, наводи на сердце сказанное выше помышление и понуть его почувствовать, что настоящую случайность ускорбную или испытывает тебя Господь, или очистительную эпитемью на тебя налагает, или подвигает тебя на покаяние, или вообще, или частно о каком-нибудь забытом деле неисправном. Как только сердце восчувствует что-либо из всего, скорбь тотчас утихнет и даст ему возможность вслед за сим восприять в себя и другие два чувства. Все же вместе они скорее водворят в тебе такой мир и благодушие, что ты невозможешь не взывать «Будь имя Господне благословенно вовеки!» Что масло на волны моря, то сие чувства на скорбное сердце влегаются в волны, и бывает тишина великая. Так умиротворяй сердце, когда оно встревожилось в какой бы то ни было степени. Но если ты долгим над собой трудом и духовным подвигом так внедришь в сердце сказанные чувства, что они будут преисполнять его неотходно, то никакая скорбь не потревожит тебя, потому что такое настроение будет для тебя действеннейшим предохранительным средством против того. Не то чтобы чувства скорбные уже и не подступали, они будут подступать, но тотчас же и отступать, как волны морские от крепкого утеса. Когда бываешь уранен, впадши в какое-либо прегрешение по немощи своей или по худонравию своему, имеются грехи простительные, недолжное слово сорвалось, рассердиться пришлось, мысль худая промелькнула, желание недолжное поднималось, и подобное немалодушествуй и не метис попусту без толку. Первое, что нужно, не останавливайся на себе, не говори, как я такой, потерепел это и допустил. Это вопль гордостного самомнения. Смирись напротив. И, воззрев ко Господу, скажи и вощувствуй, чего другого и ожидать было от меня, Господи, столь немощного и худонравного. И тут же возблагодари его, что на этом только остановилось дело, исповедуя, если бы не твоя безмерная благость, Господи, не остановился бы я на этом, а все, конечно, впал бы еще в худшее что. Однако же, сознаваясь так, и таким себя чувствуя, поопасись допустить беспечную и поблажливую мысль, что по велику ты таков, то будто право какое и имеешь делать что-либо неподобающее. Нет. Несмотря на то, что ты немощен и худонравен, все неподобающее, делаемое тобой, вменяется тебе в вину, ибо все происходящее тебя произволением одаренного, произволению твоему принадлежит. И как доброе бывает тебе в одобрении, так худое в охуждении. Потому, осознав себя худым вообще, осознай вместе и виновным в том худом, в которое впал в настоящий час. Осуди себя и укори, и при том себя одного. Не озирайся по сторонам, ища на кого бы свалить вину свою. Ни люди окружающие, ни стечения обстоятельств, не виноваты в грехе твоем. Виновата одно злое произволение твое. Себя и укоряй. Однако же не будь похож и на тех, которые говорят, «Да, я это сделал, и что ж такого?» Нет. После осознания и самоукорения, поставив себя пред лицом неумытной правды Божьей, поспеши возгреть и покаянные чувства, сокрушения и болезнования грехах. Не столько по причине унижения себя грехом, сколько по причине оскорбления им Бога, столько милости Тебе лично явившего, в призвании Тебя к покаянию, в отпущении прежних грехов, в допущении ко благодати таинств, в хранении Тебя на добром пути и руководстве по нему. Чем глубже сокрушение, тем лучше. Но как бы ни было сильно сокрушение и тени не допускай нечаяния помилования, помилование уже совсем готово, и рукописание всех грехов разодрано на кресте, ожидается только раскаяние и сокрушение каждого, чтобы и Ему присвоить силу крестного заглаждения грехов всего мира. Сим упованием поди ниц душой и телом и вопи по милымя Божия по велицей милости Твоей, и не переставай вопить, пока не восчувствуешь себя виновным, милуемым, так чтобы вина и милование слились в одно чувство. Эта благодать не сходит, наконец, на всякого кающегося, но Ему сопутствовать должна решимость, обетом скрепленная, не поблажать себе потом, а строго блюсти и сохранять себя от всяких падений не только больших, но и малых, с присовокуплением усердной молитвы, а благодатной к тому помощи. После столь близкого опыта неблагонадежности своих сил и усилий сами собой пойдут из сердца воздыхания, сердце чисто, созиждиво мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, и дух Твой благи, да наставит меня на землю праву. Все сие самоосуждение, сокрушение, уповательную молитву о помиловании, воодушевительное решение блюстись впредь и молитву о благодатной к тому помощи должны тебе проходить внутри всякий раз, как погрешишь оком, слухом, языком, мыслью, чувством. И на мгновение одно не оставляй в сердце греха неисповеданным Господу и неочищенным пред Ним сердечным покаянием. Опять падешь и опять тоже сделай. И хотя бы тебе многократно пришлось погрешить столько же раз и очищай себя пред Господом. Вечером же, если есть возможность, перескажи все духовному отцу своему, а когда нельзя в тот же вечер, перескажи при случае. Такое исповедание или откровение всего духовному отцу есть самое благотворное действие в деле нашей духовной брани. Ничто так не поражает врага душегубца и не разоряет козни его, как такой образ действования. Потому он всячески усиливается препятствовать ему и внутренне, и внешне. Внутренне мыслями и чувствами, а внешне напущением разных встреч и случайностей. Какие именно это препоны, сам увидишь, когда возьмешься за дело. Об одном только помяну. Враг усиленно старается внушить не тотчас, как замечено при грешении, приступать к делу внутреннего себя от него очищения, а подождать немножко. Не день и не час, а немножко. Но только согласись на это, он подставит другой грех. После греха языком, грех оком и еще каким чувством. А этого греха очищения по неволе уже отложишь, потому что надо прежде очистить предыдущий. И пойдет таким образом отлагание на целый день, и грех за грехом наполнит душу. Вечером до коего обычно откладывается дело покаянного себя очищения, ничего не видно в душе определенного. Там шум и смятение, и мрак от множества допущенных падений. Душа похожа на очи, пылью набитые или на воду, помутившуюся от множества нападшего туда сора. Как ничего не видно, то дело покаяния совсем оставляется, но вместе с тем и душа оставляется мутной и смятенной. От этого молитва вечерняя бывает неисправна, а далее и сны нехороши. Так никогда ни на одно мгновение не отлагай внутреннего очищения, как только осознаешь за собой, что неисправны. Второе, что внушает при этом мурак, есть не высказать духовному отцу случившегося. Не слушай и наперекор ему открывай все, ибо сколь много благ от этого откровения, столь же или даже больше зла от скрывания того, что бывает в нас и с нами. Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи весь заступник мой и си прибежище мое Бог мой и уповай на него. Яко то избавят тебя от святи ловчи и от слави семя тежно плечма своем осенит тебя и под крыльей его надеяшися. Оружим обыдет тебя истинно его не убоившись от страха ночного от стрелы летящего дни от вещи во тьме приходящие от срящей бесополуденного подет от страны твоя тысяча и тьма одесную тебе к тебе же не приближится оба чьи ма твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши яко ты господи упование мое вышнего положилось и прибежище твоим не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповести тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках возму тяда никогда преткнешь оками ногу твою на спидой василиска наступишь и поперешь и льва и змея яко наме упова и избавлю и покрыю и яко позна имя мое воззывет ко мне и услышу его с ним есть скорби и зму его и прославлю его долго тою дни исполню его явлю ему спасение мое воздвигу охочи мои в горы отнюд уже придет помощь моя помощь моя от господа сотвор шагу небо и землю не дач во смятение ноги твои я не же воздремлет храня тя все не воздремлет не живет храня израиля господь сохранит тебя господь покров твой на руку десную твою в одни солнце не ожед тебе неже луна ночью господь сохранит тебя от всякого зла сохранить душу твой господь господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века и PB hy Cream Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Богца и Глокоти. Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Богца и Глокоти. Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Богца и Глокоти. Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Богца и Глокоти. Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Богца и Глокоти. Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Богца и Глокоти. Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога, Богца и Глокоти. Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога. Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога. Содержавение, не окружено, смейте призывать и Тебе, Небесного Бога.